Красота в простоте. Несложные принты, женственные формы, но яркие расцветки и смелые сочетания. Современные дизайнеры вдохновляются модной эпохой нулевых. Модные силуэты с разрезами сочетаются с классикой и традициями. Снова возвращается женственность. Оверсайз у нас отходит на второй план, так как все от него немножко подустали. Если касательно талии, то мы видим, где-то года полтора назад у нас начала входить в моду заниженная талия. И сейчас все больше и больше людей присоединяются к этому тренду. Также у нас тренд на кожу, пайетки, перья, открытое тело, различные шнуровки. Совет, который дают стилисты – не скупать все трендовые вещи сразу. Сначала нужно оценить параметры своей фигуры, психотип, цветотип и образ жизни. И сформулировать свой запрос «Что я жду от образов?». Мы должны обращать внимание на контрастность глаз, на цвет кожи, на цвет волос. И исходя из этих характеристик, мы подбираем себе цвета. Можно дома, допустим, поэкспериментировать, взять, допустим, ну, какой-то там лоскуток ткани приглушенного цвета и яркого цвета. То есть мы прикладываем к себе один цвет, смотрим, как нам, прикладываем другой цвет, как нам. После этого стилисты предлагают перебрать свой гардероб, избавиться от того, что хранится на черный день или просто жалко выбросить, и приступить к формированию базового гардероба. У нас в сознании зафиксировалось то, что базовый гардероб – это там черные джинсы, светлые джинсы, да, в гардеробе должны быть там белая футболка и так далее. Но это на самом деле совсем не так. Для каждой женщины он будет разный. Например, для одной женщины, которая, допустим, пять дней в неделю ходит в офис, да, там два дня у нее выходных она там ходит, встречается с подругами, и для нее базовый гардероб будет преимущественно состоять из костюмной группы и какие-то, ну, несколько вещей на выход. Комфорт и уют в сочетании с классикой и яркими расцветками. О своих предпочтениях в одежде рассказали жительницы Самары. Комфортный, удобный, чтобы было и ярко, и интересно, и комфортно при этом. Я предпочитаю классику. Классика – это всегда, ты модный, всегда в ногу со временем идешь. То есть можно иметь базовые какие-то, сентимент, базовые сорочки классические, базовые какие-то пиджаки, и ты всегда будешь выглядеть красиво. Я считаю, что главное еще, знаете что, иметь какую-то дорогую обувь, дорогую сумку и дорогую фурнитуру, это очки или бижутерии, или наши любимые бриллианты. Самой мне нравится спортшик, как бы я люблю более спортивные виды одежды, люблю брюки, люблю джинсы, люблю рубашки, поло и разные такие аксессуары. В зависимости от сезона, если это ледо, то это более натуральные ткани. Когда была фигура, можно было носить что-то такое облегающее, сейчас уже более свободное. Любителям натуральных тканей стилисты советуют присмотреться к синтетическим материалам. В современном мире по своим свойствам они могут составить конкуренцию натурпродукту. Текстильная промышленность не стоит на месте, создаются и появляются все больше и больше синтетических материалов, которые дадут фору натуральным материалам. Многие натуральные материалы, такие как хлопок, лен, крапива, они заминаются при носке, в то время как современные синтетические материалы по этим характеристикам выигрывают. Но при этом они также дышат, их легче гладить и они не мнутся сами по себе. Подобирая принты, стилисты обращают внимание на анималистические, флоральные, геометрические сюжеты и, конечно, на классику, которая никогда не выходит из моды. Клетка, полоска и горох. Эти образы в стиле ретро-шик отличаются своей элегантностью и универсальностью. Однако не стоит забывать про стилизацию ретро-образов на современный лад, отмечают стилисты. Быть иконой стиля непросто. Приходится продумывать образ до мелочей, опираясь на цвет и тип своей внешности и особенности фигуры. Например, вот это платье вполне подойдет под повседневный образ. Однако, если сюда добавить яркую деталь или, например, белую рубашку, то образ уже приобретет свою изюминку. По словам стилистов, на улицах больших городов платье в горошек будет смотреться как нечто милое, давно утраченное и невероятно трогательное. Ярко-розовый, зеленый, охро-оранжевый, серый. По словам стилиста, это тренды сезона. Образ может быть монохромным или сочетать различные цвета, которые на первый взгляд могут казаться самостоятельными. Стилисты призывают не бояться, экспериментировать, но всегда во главу угла ставить свои предпочтения, а не тренды с глянцевой обложки. Галина Топилина, Константин Головин, События.